И говорит, как может скорбь доставлять спокойствие? Мудрость и сила Божия открываются особенно из того, что Господь не только прекращает скорби, но и в продолжении их подает великое спокойствие. Это и силу Божию показывает и впадающих в скорби, делает более любомудрыми, когда дается простор, облегчающий скорбную душу, и не прекращается скорбь, возбуждающая ее от ленности и избавляющая от всякого усыпления. Вот почему Пророк сказал, в тесноте ты давал мне простор, Псалом 4, 2 стих. Не сказал он, ты прекратил скорби или ты избавил от искушения, но говорит, ты сподобил меня устоять и давал мне простор. Но как скажет то, может быть скорби и простор, так как было в пищи с тремя отроками, когда было в львином рве с Даниилом. Бог тогда не погасил пламени, и однако сделал, что они были на свободе. Не умер тыл львов, и однако сделал, что он был в безопасности. Хотя и там в пищи огонь оставался сильно горевшим, и здесь звери оставались зверьми, но праведники наслаждались великим спокойствием. Впрочем, можно разуметь просторы еще иначе. Именно же, когда душа, огорчаемая искушениями, освобождается от страстей и других многих болезней, тогда она особенно наслаждается спокойствием. Многие, пользуясь благоденствием, предаются безрассуднейшим и мучительным для души их страстям, такими как корыстолюбию, сластолюбию и многими другими пороками. А подвергшись скорби, освобождаются от всего этого и находятся в состоянии простора, то есть свободы. Как страждущие горячка, если будут удовлетворять свои неумеренные пожелания, то есть употреблять пищу в изобилии и вино и тому подобное, то будут чувствовать большее стеснение. А если захотят немного испытать скорби и потерпеть, то получат великое спокойствие. Когда отвергнут то, что производит стеснение, тогда и будут наслаждаться совершенным здоровьем. Так бывает и здесь. Ибо обыкновенно ничто не доставляет такого спокойствия, как скорбь, отклоняющий от всех забот житейских. Что было с иудеями, когда они терпели скорби и когда наслаждались благоденствием? Вопрос. Не больной или расслабленной и непостоянной душе свойственно говорить следующее. Народ, писание цитируется, сказал Аарону, сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Исход от 2 главы 1 стих. И напротив, не любомудрой ли и свободной от житейских страстей душе ствойственны те слова, которые они высказывали в молитве во время скорбей и которыми приобретали себе благоволение Божие. И этот самый пророк Давид, когда благоденствовал, то как страдал, стеснялся и мучился порочными пожеланиями, а когда подвергался скорби, тогда вы знаете, каким он наслаждался спокойствием. Ибо тогда не воспламенялся в нем огонь порочных пожеланий, но всякий такой пламень угасал. Подлинно ничто не причиняет нам столько страданий, как усилившиеся в душе страсти. Все другие бедствия действуют отвне, а эти рождаются внутри. Отсюда и происходит особенно великое мучение. Хотя бы весь мир огорчал нас, но если мы не огорчаем сами себя, то ничто не будет для нас таковым. Следовательно, от нас зависит испытывать скорби или не испытывать скорбей. А чтоб ты удостоверился и апостольским изречением, какой происходит простор от скорби, послушай самого Павла, который о плодах скорби говорит так. От скорби происходит терпение. От терпения – опытность. От опытности – надежда. А надежда не постыжает. Римлянам 5 глава, 3-й, 5-й стихи. Видишь ли неизреченный простор? Видишь ли пристань веселья? От скорби, говорит, происходит терпение. Что может быть спокойнее человека терпеливейшего и могущего легко переносить все? Что может быть сильнее человека опытного? Что может сравниться с происхождящей отсюда радостью? Три радостные последствия скорби, говорит апостол. Терпение, опытность и надежда на будущее и благо, которые Господь нам подает. Благодарим славу Господу нашему. Беседа на 4-й псалом Иоанна Златоуста. Повеки веков. Аминь. Благодарим. 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 Продолжение следует...